Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет сладкий мукпанк. У нас с вами все от Милка. Я просто обожаю этот бренд. Пробовала не все, но сегодня мы попробуем все, что я накупила. Я сразу говорю, что я не буду есть это все. Это просто нереально, так как шоколад очень калорийный. Мы будем просто пробовать. И здесь, значит, у меня горяченький чай. Кстати, если вы заметили, у нас с вами новый задний план. Я буду пробовать в разных частях квартиры, а вы мне пишите, где лучше был задний план. И мы с вами остановимся на одном месте и уже будем там дальше снимать. Купила я, значит, две шоколадки, какие-то такие вот палочки. В общем, обо всем я буду подробно показывать и рассказывать. Единственный вопрос, который у меня сложился, это почему, ребята, так дорого. Я, кстати, буду также говорить и цены. Вообще, элементарно, если брать обычную шоколадку Милка, она стоит 3 моната 30 копеек. Шоколад Альпингольд стоит 1,60. То есть это в два раза дороже, чем шоколадка Альпингольд. Действительно ли она настолько вкусная, сейчас мы попытаемся выяснить. Ну, реально очень дорого. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с того, что я никогда не пробовала. Это вот такие вот палочки от Милка. Стоила такая упаковочка 3 моната 30 копеек. Я буду стараться не шуршать. Здесь, значит, вот такие вот палочки. Или как они правильно называются. Так, пробуем. Мммм, очень вкусно. Здесь не так уж уж и много, но это очень сытно. С чаем самое то. Очень молочный шоколад внутри печенька. Тоже такая хрустящая и очень вкусная. Когда я в магазине это все покупала, кассирша посмотрела на меня и говорит, вы, наверное, очень любите именно этот бренд. Я сказала, да. Обожаю. Чай у меня с бергамотом. Просто обалденный. Нужно двигаться дальше, но... Мне хочется еще. Давайте еще раз вблизи вам покажу. Ну, очень вкусно. Чем-то напоминает, знаете, твикс. Вот. Очень похоже. Далее. Вот такой я вижу в первый раз. Это какие-то конфетки от Милки Китс. Никогда не пробовала. Давайте откроем и попробуем. Я ходила в разные супермаркеты, чтобы найти всю продукцию. И то, видите, весь ассортимент так и не нашла. Здесь, значит, вот такие вот... Давайте я вам сблизи покажу. Здесь, значит, вот такие вот конфетки. Выглядят очень красиво. И также в фиолетовом таком цвете. Итак, пробуем. Очень похоже на M&M. Столько вкуснее. Внутри такая шоколадная начинка. Еще плюс какой-то как будто крем. Что-то белое внутри. Такая вот упаковочка стоила 2 моната 20 копеек. Это самое дешевое, что вот было у них. Очень вкусно. Далее я нашла вот такую вот барашку. Был такой же огромный набор, но я решила, раз мы берем всего лишь на пробу, достаточно будет и одного. Ребята, я ошибалась. Оказывается, здесь 3 штуки. Я думала, всего будет 1 печенюшка. Она в форме барашка. И на ней написано Билка. Пробуем. Мне очень нравится их шоколад. Он божественный. Здесь фишка даже не в печенюшке. Фишка именно в шоколаде. Вот такая вот упаковочка из 3 шоколадок. Стоила 75 копеек. Очень вкусно. Я просто не перестаю удивляться, как они это делают. Далее давайте пройдемся по шоколадкам. Я взяла их на классическую шоколадку, вообще без ничего. И вот такую вот интересную совместную стук. То есть здесь не только шоколад, но еще и печенье. Давайте начнем с нее. Вот так вот интересно она выглядит. Так. Давайте один кусочек съедим. Это нечто. Сочетание вообще бомба. Если сравнивать с альпенгольдом, если сравнивать шоколадом воздушный или рассеющая душа и так далее. Мне очень нравится Несквик и мне очень нравится мелко. Это просто нереально вкусно. Хоть и стоит в два раза дороже, все равно люди покупают. А покупают почему? Потому что очень вкусно. Далее мы с вами будем пробовать классическую версию. Чтобы не отсвечивало, я буду показывать вот так вот. Один только вид, вот эти фиолетовые упаковочки. Ну вот чего это стоит, а? Дизайн такой интересный с коровкой. Коровку саму хочется съесть прям. Эта шоколадка чуть меньше размера. И это считается классиком. Как я поняла. Шоколадок вообще было много выбор. Но я хотела именно что-то интересное взять. Что я могу сказать? Обычный молочный шоколад. Я сейчас на классика меня прям не привела в какой-то вау. То есть обычный шоколад. Вот это вот то, что совместно с туком. Это я понимаю. Это стоит своих денег. А вот эта вот классика, ну ничего обычного. Обычный шоколад молочный. Стоит он 2,30. И осталась у нас с вами вот такая вот штука. Вау, ребят! Вау, они фиолетовые! А, нет! Нет! Ну почему? Оказывается, это всего обертка. Я внутри увидела, что они фиолетовые. Подумала, что просто фиолетовый шоколад. Я была просто в шоке. Но оказалось, что это всего лишь обертка. Жаль! А жаль! И внутри здесь вот такая вот монеточка, на которой написано Милка. Пробуем. Ммм! Вкусно! Уже руки все испачкал. Вкусно! Даже очень вкусно! Стоила такая упаковка, внимание, 4 маната 70 копеек. 4 маната 70 копеек всего за 5 вот таких вот кругляшочков. На мой взгляд, это дороговато, конечно. Вкусно, но не вау! То есть, неплохо! Пока что мне больше всего нравятся вот эти вот барашки, в которых было 3 штуки. Я стараюсь не поднимать упаковки, чтобы не шуршать, а то вы меня захейтите, я вас знаю. И еще вот эта вот шоколадка, которая совместно стук. Вот это вот что-то с чем-то. А все остальное, ну так, неплохо. Еще мне, кстати, понравились вот эти вот M&M's от Милка. И последнее, что у нас осталось, и самое дорогое. Вот такая вот упаковка пряников, так скажем, стоила 5 манат 60 копеек. Ребята, они прикалываются. Тут всего 4 пряника. 4 пряника за 5 манат с чем-то, почти за 6 манат. Что так дорого-то, а? Ну, сейчас... А, нет, нет, ошибочка. Это как распаковка посылок. Здесь, оказывается, 6. Ну, за 6 нормально тогда. Господи, шоколадка свалилась. Она сделала самоубийство. Пробуем. Вкусно. Очень даже вкусно. Хоть и дорого, эти пряники просто обалденные. Но упаковочка мне больше всех понравилась у этих. Можно как-то с собой брать, можно взять упаковочку. Потом кидать в сумку. Когда ты голодная, можешь вытащить. В общем, упаковка обалденная у этих. Что я могу сказать в общем и целом. Продукция Милка мне очень нравится. Несмотря даже на ее цену. Конечно, что-то лучше, что-то хуже. Но больше всего мне понравилось. Вот эта вот шоколадка от Милка с участием тук. Это просто что-то с чем-то. Если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Это видео у нас было немножко разнообразным. То есть, обычно я просто сидела, кушала. А сегодня мы с вами рассуждали, обсуждали, пробовали что-то новое. На самом деле, некоторые вещи я вообще не пробовала. Например, вот такие вот конфеточки. Но я учту на будущее. Они очень вкусные. Если вам нравится подобный формат, я хочу еще снять такое же видео с киндером. Если вам нравится эта идея, обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что Айка, давай снимай. А я вам желаю приятного аппетита. Удачного дня. С вами Лайка Эмили. Всем пока.